Проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Восьмой том. Тема «Семья». Вопрос 2169. «Предположим, что ваши мысли о монашестве были бы приняты всеми монахами, то изменилась бы температура духовной жизни в стране?» Ответ Игнатия Лапкина. «Ничего бы и не изменилось. Если бы это случилось там, в IV веке, тогда бы ощутимо и разительно, а сегодня монашества и нет настоящего. Нужно снять табу с должности епископа для женатых, вернуть к апостольским временам. Тогда, быть может, меньше было бы этих карьеристов, на каждом из которых видится непогрешимая папская тиара. Сегодня монашество приносит только страдания тем, кто монахами обольщен и принимает обет безбрачия. Они его закупоривают, и там он томится на «мироточение», в кавычках. Увеличивает грех нарушителей обетов. Приучает людей к лжесмирению и лжепослушанию пред любым самодурством. Исайя, 8 глава, 20 стих. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. 2 Петра 1, 19. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Только эти два окошка в Слово Божие открой и рассыплется наваждение и обольщение любое неевангельское. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов. Продолжение следует... Продолжение следует...